Мы выходим в эфир с нашей очередной майской передачей «Час юмористического рассказа», после того, как вы, дорогие радиослушатели, уже справили радостный весенний праздник труда и мира, наш юбилейный Первомай. Давайте, пожалуй, начнем нашу передачу. Я предлагаю вашему вниманию рассказ болгарского писателя, юмориста и сатирика, моего большого друга Васила Цонева «Отдых с дочерью». На мой взгляд и вкус Васил Цонев – один из лучших болгарских юмористов. Его хорошо знают и у нас, и во многих странах мира, где охотно переводят и издают сборники его комических новелл. Цонев – удивительно темпераментный, блестящий рассказчик, человек открытого настежь сердца и незаурядного острого ума. Он – настоящий весельчак и в творчестве, и в жизни. Знать его близко и дружить с ним – наслаждение. Перед самым отъездом меня обвинили в том, что никудышный я отец. Мне указали, что сокровище, моя дочь, чахнет и увядает без отцовской ласки, что заняты работой, собраниями, заседаниями, я не вижу, какое дивное творение, какой неземной ангелочек живет со мной под одной крышей. И я растрогался. Из моих прекрасных глаз потекли слезы. Я раскритиковал, разоблачил себя. Я осознал, что совершенно забыл про домашний очаг, что он не горит, а тлеет и даже угасает. Я немедленно взял чемодан и дочь и отправился на отдых. Я ехал на трамвае, в поезде, в автобусе, на пароходе, на повозке и, наконец, шатаясь от усталости, прибыл в дом отдыха. Спать мне хотелось страшно, адски. Хотелось так, что я чуть не скулил, но доченьке моей все было нипочем. Она считала, что мы будем ехать, по крайней мере, дней десять, а все кончилось быстро. Чтобы успокоить ее, я сказал, что на следующий год мы будем отдыхать на Северном полюсе. И тут же уснул. Внезапно я почувствовал, что кто-то щекочет мне нос. Испугавшись, я спрыгнул с кровати и зажег лампу. Я думал, что увижу сороконожку или скорпиона, или хотя бы лжа. Но увидел только свою дочь, которая встала с постели и склонилась над моей головой. — Папа, — сказала она, — у крокодила может быть семь ног? — Чепуха! — махнул я рукой. — У него только четыре. — А почему же Пеша сказала, что семь? — Какой Пеша? — Ну, из нашего садика. — Он что, здесь? — Твой Пеша? — Нет, папа, он раньше сказал. — Когда? — Зимой. — Придя в себя, я сказал примирительно. — Отлично. Ну, теперь тебе все ясно. Быстро ложись и, прошу тебя, не смей будить меня, чтобы спросить, бывает ли у слонов десять пар хоботов. — А сколько у них пар? — Никаких пар. — У них всего один хобот. Один. Это нечетное количество. А нечетное. А что такое нечетное? Нечетное — это значит... Начал я, но сообразил, что если я стану объяснять, что такое нечетное, у нее возникнет какой-нибудь другой вопрос. Потом третий. А мне ужасно хочется спать. Поэтому я крикнул. Нечетное — это значит то, что если ты задашь мне еще один вопрос, я влеплю тебе такой подзатыльник, что он один покажется тебе парой. Ложись спать. Дочь вытращила глазенки, прыгнула в постель и укрылась с головой одеялом. Я погасил лампу, но тут меня начала грызть совесть. — Ну, и скотина же ты! — упрекал я себя. Всего один день провел с дочкой, а уже наобещал подзатыльников. Дитя бог знает, сколько времени мучилась с семеногим крокодилом, а ты, вместо того, чтобы ответить ей по-человечески, завел разговор, прочет и нечет. Бедняжка, наверное, и всю ночь будет думать, что такое чет, что нечет. Мне стало так стыдно, что я сказал. — Если хочешь знать, чет — это противоположное нечету. То есть при нечетном количестве предметов мы имеем понятие нечет, а при четном — соответственно, чет. Теперь ясно? Она не ответила. Она спала, тихо и кротко, как ангел. Я пкачал головой, закрыл глаза, но заснуть не мог. Со всяким бывает. До смерти хочется спать, а не можешь. Я закрывал глаза, ворочался с боку на бок, безуспешно. Лишь на рассвете я почувствовал, что мои веки отяжелели, и я погрузился в дремоту. Но тут кто-то толкнул меня. — Что? — подскочил я. — Пора на работу. — Папа, — сказал дочь, — что такое респективно? Я хотел зарычать, но вовремя удержался и кротко сказал. Очень просто. Респективно означает соответственно. Ну, вот, например, если говорят, что у кошки есть левая нога, значит, у нее соответственно есть и правая нога, а потому что, понимаешь, респективно или, скажем, соответственно. В общем, я сам запутался и замолчал. Сколько ни старался, я ничего не мог извлечь что-либо из своей сонной головы. Дочь пришла мне на помощь новым вопросом. — А у зайца ноги респективные? — Ну, конечно, конечно, — сказал я. Ты совершенно права. Ну, я прошу тебя, если можно, соблюдай тишину. Я страшно устал. Я очень хочу спать. — А почему ж ты не спишь? — спросила доченька. — Ой, господи! Я закрыл глаза и вновь задремал. Но только какие-то серые облака закружились вокруг меня. Подушка выскочила из-под моей головы и упала на пол. Я вскочил и заорал. — Издеваешься над отцом? — Нет, — сказала доченька. — А зачем вытащила подушку? — Ищу куклу. — Ну, как может оказаться кукла у меня под подушкой? — А где же она тогда? Рыча и скрипя зубами, я вскочил, заметался по комнате, нашел куклу под подушкой у дочери. — Вот она где была, — удивилась она. — А я где уж ее не искала? — А теперь тишина, — сказал я плачущим голосом. — Нужно поспать. — Спит тебе колыбельную? — Нет, — проревел я. — Молчок, а то я... Я тебе голову откушу. Я зарылся головой в подушку и, застонав, зажмурил глаза. В тот же миг раздался страшный треск и послышался голос дочери. Опять эта кукла. — Что там еще? — взвыл я. — Кукла хотела посмотреть в окошко, а стул упал. — Хватит! — расплакался я. — Я спать хочу! — А мне, папочка, совсем не хочется спать. На улице дети уже играют. Одевайся и убирайся к ним. Я едва дождался, пока она оденется и выйдет. Только тогда я успокоился и прикрыл глаза. Треск. Дверь брякнула со стену, и моя дочь торжественно вошла в комнату. — Вон! — ряфкнул я. — Вон! — Но, папа, — захныкала дочь, — та девочка говорит, что у меня нет кремового платья. — Скажи ей, что есть! — И убирайся. — Она не верит. — Ты хочешь, чтобы я дал тебе записку, что у тебя есть кремовое платье? — Нет, папа, я хочу взять платье. — Да где оно? — В чемодане. Чтобы добраться до чемодана, ей потребовалось перелезть через мою голову. Я раскрыл чемодан, схватил ее кремовое платьице и вышвырнул его за дверь. Если придешь еще раз, я тебя убью, я тебя съем, дай мне поспать. Доченька вышла, и я снова закрыл глаза. Я весь дрожал, я стискал зубы, плакал, грыз подушку. Постепенно я начал засыпать. Надо мной затрепетали цветущие липы, распахнулось небо, соловьи запели майские песни. Но в этот самый миг я почувствовал, кто-то дышит мне в лицо. Я открыл глаза и в ужасе отпрянул. Над моей головой стоял десяток ребят. Они с любопытством разглядывали меня, а дочь, выпитив грудь, показывала на меня пальцем и гордо говорила. — Это мой отец. Рассказ Васила Цонева «Отдых с дочерью» читал заслуженный артист РСФСР Борис Иванов. Мне уже приходилось в наших передачах говорить о творчестве Аркадия Арканова, писателя-юмориста вполне сложившегося, зрелого и достаточно популярного. В хоре молодых и не совсем молодых советских юмористов Арканов ведет свою сольную партию. А это много значит и многого стоит в юморе. Да и не только в юморе. Послушайте рассказ Аркадия Арканова «Прием жениха в члены семьи». Наш папаша — человек пунктуальный. Он любит, чтобы все всегда было как положено, без всякой самодеятельности. Кроме того, он человек принципов. Когда-то он ведал отправкой продукции. Бывало, он говорил своим сотрудникам, эти вагоны надо отправить на север или на юг, но обязательно сегодня или завтра. Сотрудники отправляли вагоны туда, куда надо. Папаша оставался на принципиальных позициях, и все были довольны. На этот раз он был особенно неумолим. Речь идет о том, что наша Люда, наша единственная дочь, не считая этого болтуса, он имел в виду меня, собирается привезти в дом своего жениха. Если мы считаем нашу семью крепким, здоровым коллективом, мы должны принять в этот коллектив нового члена по всем правилам. И вот в пятницу, в день сматрин, в нашей квартире собрался великий художественный совет в составе. Дедушка — профессор по бабочкам и насекомым, бабушка — преподавательница пения в начальных классах, наш папаша, наша мамаша, повар фабрики кухни номер семь, дядя — хирург, тетя — рекордсменка области по толканию ядра, ну и так далее. Без пяти шесть вбежала запыхавшаяся сестра и проговорила. Мы здесь! Прекрасно, — сказал папаша, обождите в коридоре. До начала совета еще пять минут. Ровно в шесть часов двери открылись и вошли, робко держась за руки, Люда и молодой человек в светлом костюме. Воцарилась неловкая тишина, а затем папаша сказал, сегодня мы рассматриваем очередное ходатайство. Что значит очередное? Заинтересовался жених. Внеочередное, — поправился папаша, внеочередное ходатайство нашей дочери о приеме в члены нашей дружной семьи ее нового знакомого. Что значит нового? Опять заинтересовался жених. Старого, — поправился папаша, старого знакомого, который в случае нашего положительного решения должен будет жениться. Что значит должен? Еще более заинтересовался жених. Не должен будет жениться, — поправился папаша. Что значит не должен? Испугалась невеста. Тут папаша совсем растерялся и произнес что-то длинное и очень инфинитивное. Должен будет хотеть иметь удовольствие просить, разрешить, сделать предложение. Он перевел дух и продолжал уже более твердо. Слово для охарактеризования имеет ходатайствующий. Людя сделала шаг вперед и, набрав воздуху, начала. Я знаю Сергея Николаевича шесть месяцев. И скрывала, — подала реплику тетя, рекордсменка области по толканию ядра. Попрошу не перебивать, — строго сказал папаша. За это время, — продолжала Люда, он проявил себя чутким, отзывчивым товарищем, мечтательным и добросовестным семьянином. Он что, женат? — подозрительно спросила мамаша. Будущим семьянином, — смутилась невеста. За истекший период Сергей Николаевич покупал мне цветы шесть раз, приглашал в кино четыре раза, угощал мороженым семьдесят восемь раз, провожал один, называл на «ты» ни разу, был морально устойчив тысяча восемьсот тридцать два раза, итого тысяча девятьсот двадцать один раз, на общую сумму тридцать девять рублей шестьдесят четыре копейки. «Хочу выразить свое личное и общее мнение, что Сергей Николаевич будет достойным членом дружной семьи!» Люда сделала шаг назад и снова взяла жениха за руку. «Так», — сказал папаша, — «у кого есть вопросы к Сергею Николаевичу?» «Скажите», — поднялся дедушка профессор по насекомым и бабочкам, «вы любите сочковать?» «Никак нет!» — гаркнул жених. «Печально», — сказал дедушка и сел на место. Встала бабушка, преподавательница пения в начальных классах. «Спойте-ка, дружок, ромашки спрятались в соль диез миноре». «Ромашки спрятались!» — затянул жених. «Врете!» — резко оборвала его бабушка. «Честное слово не вру, клянусь!» — залепетал Сергей Николаевич. «В жизни никого не обманывал!» «Мы же репетировали!» — толкнула его невеста. «А как делается манный пудинг?» — спросила мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер семь. Папашу передернула. «Берется манная крупа», — начал жених. «Ну ладно», — сказал дядя-хирург. «Вот вам простой вопрос. Если наличествуют дискинетические явления при компрессионных комплексах в эпигастральной области, какова будет ваша тактика?» Жених испуганно заморгал. «Но мы же это делали!» — отчаянно шепнула ему невеста. Жених продолжал моргать. «Резать!» — закричал дядя. «Немедленно резать!» «У меня нет ножа!» — сказал жених и заплакал. Когда вопросы кончились, жених взял себя в руки и произнес. «Прошу дать мне самоотвод. Не чувствую себя достойным. С данной общественной нагрузкой не справлюсь. Я всего-навсего люблю вашу дочь». И Сергей Николаевич выбежал из квартиры, как не справившийся. Сестра бросилась за ним. «Любовь не картошка!» — вздохнула мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер семь. В эту ночь все не спали. Больше всех не спал папаша. Он составлял протокол. Рассказ Аркадия Арканова «Прием жениха в члены семьи» читал заслуженный артист РСФСР Юрий Волынцев. «Прием жениха в члены семьи» «Прием жениха в членах� Pare overlook распределяно попр Михащaxю Могом Şак ICPs unfortunately», «Может и не самأте Zoningen» «Может быть я самым конкретным моим фунике» Через пять дней, 9 мая, еще один великий майский праздник – день нашей победы в отечественной войне с немецким фашизмом. Конечно, мы не могли не отозваться посильно на эту огромную народную тему в нашей передаче. Послушайте рассказ «Дружеская услуга». Он написан мною в 1946 году, когда страна, еще не остывшая от огненных бурь небывалой войны, засучив рукава солдатской гимнастерки, уже взялась за тяжкий благородный труд восстановления разрушенного и созидания нового. Ненастный осенний день. Холодный злой ветер мечется по размокшим улицам районного городка, срывает последние черные листья с ногих веток молодых берез. Быстрые рысью бегут куда-то на запад рваные набухшие тучи, дождь то пойдет, то перестанет, мелкий, нудный, будто из испорченной лейки. На базарной площади грязь по колено, но здесь, в колхозной чайной, тепло, сухо и относительно чисто. Румяная и кокетливая гардеробщица Дуся грудным сопрано предупреждает всех входящих. «Граждане, снимайте верхнюю одежду и обувь очищайте. У нас для этого имеется веник и персональные щепочки». Граждане послушно сдают Дусе свои мокрые ватники, куртки, пальто и долго орудуют веником и персональной щепкой, счищая сапог, налипший коме грязи. Потом, крякнув и поправив перед зеркалом волосы, а у кого их нет, просто с душевным сокрушением, погладив себя по лысине, идут в зал. Приятно после осенней мокроты посидеть в тепле и сухости, попить чайку из пузатого белого чайника, послушать патефон, почитать газетку или поговорить с хорошим человеком о жизни. В чайной всегда полно. Подавальщицы носятся, как на роликах, но всё равно не успевают. Зал басиста гудит, смеётся, сыплет шуточками, гомонит, а патефон на стойке у буфетчика, схватающий за сердце красивой грустью, выводит с берёз, не слышен, невесом слетает жёлтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. За столиком у печки сидит пожилой плотный усатый мужчина с мощными плечами, туго обтянутыми военной гимнастёркой, без погон. На груди у него три медали и орден славы. Лицо у усача красное, распаренное, подобревшее от песни. Далеко-далеко унесла она его из этого зала. Но вот к его столику подошёл худощавый, цыганский, смуглый, низкорослый паренёк в кожаной шофёрской тужурке, сел на свободный стул, скользнул беглым, безразличным взглядом по мечтательному лицу усатого кавалера, и вдруг его зелёные, как у кошки, узкие глаза зажглись весёлым огоньком. «Эй, друг!» – после некоторой паузы сказал антинарком. «Очнись, милый!» Усач вздрогнул, обернулся. «Чего тебе?» «Ничего конкретного. Просто смотрю на твою усатую и довольно симпатичную физиономию и не могу вспомнить, где я её видел. Посмотри ты на мою, может быть, вспомнишь?» Усач внимательно и серьёзно посмотрел на улыбающееся цыганское лицо весёлого паренька в кожаной тужурке. «Личность твоя мне, безусловно, тоже знакомая», – сказал он с той же солидностью. «Только, дорогой товарищ, припомнить тебя я тоже не могу». «Интересная получается ситуация. Тогда давай заполняй анкету. Фамилия, имя, отчество». «Никитов Лука Петров», – по-солдатски отрапортовал Усач. «Никитов? Ничего мне твоя фамилия не говорит?» «Лука Петрович, не синь пороху. А меня зовут Донькин, Яков Нилыч. Тебе что-нибудь говорит эта благородная фамилия?» «Донькин?» – Усач пожал богатырским плечами. «Вроде что-то и говорит, но таким, понимаешь, шепотком ничего не разберёшь. Откуда родом ты сам?» «Родился я на берегах Невы», – с чувством продекламировал Донькин. «Где, может быть, родились вы или блистали, мой приятель?» «Нет, я под Суздальм блистал. Деревня Веткино. Колхоз-первенец коллективизации. Слыхал?» «Нет, не слыхал. А сейчас где работаешь?» «Плотничаю тут по району. Новые избы рублю в колхозах». «А, понимаю. А я шофёром работы в леспромхозе. Сто километров отсюда. Бывал у нас?» «Нет, не бывал. Воевал где?» «На первом украинском. Танкист. Потом по случаю ранения генерала возил. А ты?» «Первый белорусский. Сапёр. Труженик войны». «Ну где же мы с тобой встречались, труженик войны?» «Не знаю, брат. Может, где и встречались? Ведь какой был коловорот!» «Слушай, Донькин, может быть, мы с тобой в одном госпитале лежали?» Они стали вспоминать госпитали, в которых лечили свои раны во время войны. Но всё это были разные госпитали. Тут к столику подошёл громадное человечище в брезентовом жёстком, как железоплаще, и сказал сердитым басом, как из бочки, «Я тебя ищу, Донькин, а ты здесь чаи гоняешь. На, распишись на накладной!» Он с сердцем положил на стол бумагу и химический карандаш. Донькин расписался. Никитов взглянул на его подпись. «Затейливый, закорючкой!» И вдруг, просияв, улыбнулся широкой, детской счастливой улыбкой. «Вспомнил я тебя, Донькин!» Сказал он, продолжая улыбаться. «Мы с тобой на Рейхстаге в Берлине вместе расписывались! Я ещё тебе дружескую услугу оказал в порядке боевого взаимодействия!» Шофёр посмотрел на плотника и тоже просиял. «Верно!» Закричал он, вскакивая с места. «Правильно!» И, обращаясь к человеку в брезенте, стал торопливо объяснять. «Когда Берлин взяли, многие ходили расписываться на ихнем Рейхстаге. Я тоже отпросился у своего генерала. Пошёл! А ростом-то меня природа обидела. Сам видишь, мужичок с ноготок. Эх, думаю, Донькин, историческая твоя подпись будет стоять ниже всех. А тут он идёт, сапёр, уже расписался. Помоги, говорю, браток, в порядке боевого взаимодействия. Дай я тебе на плечи встану!» «Ай, все уши мне сапогами оттоптал!» С той же детской улыбкой сказал плотник. «Зато расписался выше всех. Донькин, скажи, пожалуйста, как из головы вылетело, а?» Человек в брезенте посмеялся, ушёл. А Никитов и Донькин остались. И долго ещё вспоминали славные майские дни и свою прихотливую солдатскую судьбу. Рассказ «Дружеская услуга» читал народный артист РСФСР Евгений Вестник. Александр Житинский, ленинградский начинающий юморист. Представлен в нашей передаче рассказом «Экономия времени». Я думаю, что те, кто впервые осторожно, словно бритву обоюдоострую, берут в свои руки руль собственной автомашины, оценят его бесхитростный, но жизненно правдивый сюжет. Шеф купил автомобиль. Говорил я ему, что не стоит этого делать, даже если он и профессор. У нас вполне достаточно тротуаров, чтобы передвигаться в своё удовольствие. Темп жизни возрос, Петя, объяснил шеф. Нужно экономить время. И шеф стал его экономить. Месяца три он сидел над засаленной книжечкой, где были нарисованы цветные кружочки. Синие, жёлтые и красные. Это были дорожные знаки. Шеф смотрел на них, шевеля губами, а они смотрели на него. Потом три месяца шеф ходил сдавать на права. Таким образом, ещё не приступив к эксплуатации машины, шеф успешно сэкономил полгода. Наконец он надоел капитану, который принимал права. Капитан сказал, что он со своей женой реже встречается, чем с шефом, и поставил ему зачёт по вождению. Шеф получил права и на следующий день приехал в автомобиле на работу. И мы с ним поработали, как всегда. Он за письменным столом, а я за приборами. Потом мы оделись и вышли во двор. Шеф подошёл к своей машине и погладил её, как ручное животное. «Садитесь», – предложил он. «Чего вам трястись в трамвае? Сэкономите время. Через пять минут будете дома». Мы сели рядышком, и шеф стал нажимать на педали. Машина зарычала, как озверевшая толпа, но с места не сдвинулась. Тогда шеф изменил последовательность нажимания на педали. В результате заглох мотор. «Удивительные выпускают машины», – пробормотал шеф и достал книжечку. «Читайте, Петя». «Включив зажигание, выжмите педаль сцепления и установите первую передачу», – прочитал я. «Плавно нажимая на акселератор, отпустите педаль сцепления». «И что, она должна поехать?» – с сомнением спросил шеф. «Должна», – сказал я. Шеф все так и сделал. Машина взревела и затряслась. Было такое впечатление, что мы сейчас взлетим. Но мы не взлетели и не поехали. «Дурацкая книга!» – крикнул шеф, забрасывая учебник на заднее сидение. «А что это такое?» – спросил я, указывая на красную ручку. «Петя, вы гений!» – сказал шеф. «Это же ручной тормоз». Он вырубил тормоз, и машина рванула с места. Я посмотрел на часы. Пятнадцать минут мы уже сэкономили. Мы выехали на улицу. Шеф на дорогу не смотрел, а смотрел куда-то вверх, где висели знаки. Из-под наших колес непрерывно выпрыгивали пешеходы. Опомнившись, они смотрели нам вслед и крутили указательным пальцем у виска. «Сейчас направо», – предупредил я. «Здесь только прямо», – сказал шеф. «Только прямо. Было еще километра два. Потом мы сделали красивый поворот и поехали дальше». «Что это за улица?» – спросил шеф. «Не знаю», – сказал я. «Я здесь впервые». «Ничего. Зато посмотрим наш город», – успокоил меня шеф. «Оказывается, когда едешь в машине, нужно ехать туда, куда показывают знаки, а совсем не туда, куда тебе нужно. Кроме того, необходимо ехать в правильном ряду и по правильной стороне. Шеф все время чего-нибудь путал. Водители такси, обгоняя нас, кричали шефу разные слова. Я никогда не слышал, чтобы к профессорам обращались так запросто и непринужденно. Шеф молодец, он тоже огрызался. Когда мы сэкономили два часа и объехали весь город, у шефа кончился бензин. Еще час мы клянчили бензин у проезжавших грузовиков, пока шеф не купил несколько литров за бешеные деньги. Я понял, что мы поедем дальше и будем ездить, пока с кем-нибудь не столкнемся. Тем более, что такая возможность возникала поминутно. Наконец, шефу удалось подвезти меня к дому. Было около полуночи. Я поблагодарил его, и шеф поехал мучиться дальше. Я даже представить себе не мог, сколько он еще сэкономит времени. На следующее утро шеф позвонил на работу из больницы. «Все-таки не умеют у нас ездить», — сообщил он. «У этого самосвала не было преимущественного права». И я узнал, что шеф имел встречу с самосвалом. Причем тот, без всякого преимущественного права, превратил машину шефа в украшение витрины ГАИ. Благодаря этой встрече шеф сэкономил еще два месяца. Его и машину ремонтировали параллельно. Если так пойдет дальше, шеф может сэкономить целую вечность. А он еще нужен науке. Рассказ Александра Житинского «Экономия времени» читал артист театра сатиры Зиновий Высоковский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Многочисленные читатели толстых и тонких журналов знают писателя Людмилу Уварову как серьезного прозаика, автора многих лирических рассказов и повестей на моральные в основном темы. В нашей передаче она выступает как юморист. Мне хочется здесь отметить, что в своем рассказе о таком излюбленном многими поколениями юмориста в предмете, как телефон, рассказ так у нее и называется, телефон, Людмила Уварова нашла свежий аспект этой старой, в сущности, темы. Она пишет не о телефоне как таковом, а о бесцеремонности некоторых людей. Она ворвалась рано утром, розовая, пахнущая дождем. Где он? Вон в углу. Ой, наконец-то! Дрожащие от волнения ее пальчики набрали какой-то номер. Вася, Вася, это я звоню тебе. Я сама, понимаешь? Теперь у нас уже свой телефон. Ага, можешь себе представить. Но все равно, что свой, в соседней квартире. Тяжело дыша и устало улыбаясь, она вцепилась в мою щеку своими хорошо покрашенными губами. Я еще приду после. Ладно. Не успела она уйти, как снова раздался звонок. Вошел рыжий мужчина в толстом свитере, тесно обтягивающем мощные плечи. А я-то думал, что меня разыгрывает. Он открыл балконную дверь, перегнувшись, крикнул кому-то. Он здесь! Шагайте сюда! Не прошло и трех минут, как они пришли. Их было семеро. Я их видела в первый раз. Они звонили друзьям, родственникам, далеким знакомым. И каждому абоненту давали мой номер. И просили звонить, не стесняясь, поскольку хозяйка аппарата – человек милый, воспитанный и, главное, сознательный. При этом все они одинаково ласково поглядывали на меня и улыбались одинаковой нежной улыбкой. Я и сама была вне себя от радости. Но, действительно, шутка ли, мне, именно мне, первый во всем нашем многоквартирном блочно-панельном доме поставили телефон. На следующее утро, когда я еще спала, раздался телефонный звонок. Это была она, та, что явилась накануне ко мне раньше всех, моя соседка по лестничной площадке. «Я с работы», – сказала она. «Пожалуйста, пойдите, гляньте, Вася уже ушел». «Кто этот Вася?» – зевая спросила я. «Ну, Вася, мой муж! Он такой рассеянный!» Я набросила халат и поплелась к Васе. Однако, сколько я не звонила в соседнюю квартиру, там никто мне не ответил. Я так и сказала соседке. «А я позвоню еще через 15 минут», – ответила она. «Может быть, он все же еще спит?» «Ой, если бы вы знали, какой у него на редкость крепкий сон!» А мне хотелось продлить свой собственный сон. Но, увы, вчерашний мужчина в толстом свитере снова пришел ко мне. На этот раз он был одет в полосатую пижаму. Я робко сказала, я еще сплю. «Ну и что же?» – искренне удивился он. «Вы мне не мешаете?» «Спите! Спите! Себя на здоровье!» Он звонил с восьми утра до бесчетверти одиннадцать. Единственное, что утешало меня, это то, что соседка, которая волновалась за своего Васю, так, наверное, и не сумеет дозвониться до меня. Наконец, мой абонент ушел. Я едва успела умыться, как вошла незнакомая дама. «Я живу этажом ниже», – сказала она, пленительно улыбаясь. «Мы переезжали с вами осенью в один день. Помните, мой секретер сцепился с вашим сорвантом? Наверное, вам нужно позвонить?» «Угадали, если разрешите». Я разрешила. Она звонила битых два часа. Сперва она звонила портнихе, потом какой-то приятельнице, потом приятелю. Мысленно я уговаривала себя. В конце концов, иначе не может быть. И я так поступила бы. Ведь это пока единственный телефон на весь дом. Один на всех. Нет-нет-нет, надо быть контактной, надо быть коммуникабельной, выдержанной. Когда дама ушла, я решила сесть за стул, приняться за работу. Нет, не тут-то было. Явилось сразу трое студентов с самого верхнего этажа и полуглухая старушка из крайнего подъезда. Потом они все ушли. Я поняла, рабочий день пропал напрочь. И потому решила уйти из дома, навестить друзей, живших в далеком от меня районе. Вернулась я поздно вечером. На лестнице от входных дверей до моего этажа стояла длинная очередь. Здесь были мужчина в свитере, три студента с верхнего этажа, полуглухая старушка. Там, кроме того, там стояли еще какие-то решительно незнакомые мне личности. Увидев меня, все радостно закивали, улыбаясь и говоря в одно и то же время. Наконец-то, наконец-то, а мы тут заждались. Одну минуточку, ответила я, проклиная себя за мягкотелость и душевную дряблость. Одну минуточку, подождите. Семеро одного не ждут, рявкнул мужчина в свитере. Тем более, что нас, как видите, куда больше, чем семеро, сказала дама с верхнего этажа. А ты, милк моя эгоистка, веско произнесла полуглухая старушка. Знаешь, небось, знаешь, как мы все беспокоимся. Каждому звонить надо, а сама уходишь неведомо куда, никому не словечко. Три давечных студента, между тем, деловито командовали. Граждане, спокойно, давайте соблюдайте, давайте очередь, очередь соблюдайте. Не лезьте вперед, телефона на всех хватит. И чтоб не больше пяти минут, сказал какой-то мужчина, щуря заспанные глаза. А то нам до самого утра не хватит. Кажется, это был Вася, муж соседки, которая явилась ко мне первой. Рассказ Людмилы Уваровой «Телефон» читала заслуженная артистка РСФСР Ольга Аросева. Заканчивает нашу майскую передачу «Час юмористического рассказа» чехословацкий юморист Штефан Битман. Его изящную миниатюру иностранец подарил нам журнал «Крокодил», регулярно публикующий рубрику «Юмор всех широт». Мужчина стоял на тротуаре и вел себя как типичный иностранец. С интересом следил за проезжающими автомобилями, с любопытством осматривал фасады домов, деревья, витрины магазинов. «Сколько детей!» – воскликнул он, когда мимо проходила группа школьников. Я стоял в двух шагах от него и считал долгом вежливости реагировать на его замечания. «У нас с детям живется неплохо», – сказал я. «Вижу», – отвечал он, – «какие все веселые!» В этот момент откуда-то прилетел воробей и сел на тротуар. «О!» – радостно закричал мужчина, переполняясь счастьем. «Птичка! Какая прелестная птичка!» «Правильно», – продолжал я, – «воробей, у нас таких тысячи!» Он растянул рот до ушей, и эта широкая улыбка уже не сходила с его лица. Мы вместе ходили по улицам, я знакомил его с достопримечательностями города, водил по магазинам, с восхищением смотрел он на выставленные товары, а на улицах ощупывал ветви деревьев, как будто бы все, что он видел, было для него новым, непонятным, ошеломляющим. Когда мы проходили мимо футбольного стадиона, он прильнул глазом к щели в заборе и возбужденно зашептал «Футболисты! Живые футболисты!» «Да», – комментировал я, – «у них тренировка!» «Фантастично!» – восхищался он. «Поле совершенно зеленое!» Мне становилось жаль этого человека. Из какой-то он такой страны, где нет футболистов, зеленых газонов и даже обычных воробьев. Когда спустя некоторое время мы сели за столик в кафе и заказали пиво, я не смело спросил у него, «А откуда вы изволили приехать?» «Как откуда?» – удивился он в свою очередь. «Я имею в виду, откуда вы родом?» – заикался я. «Где вы живете?» «А вон там, за углом!» – он повернулся и показал рукой. «В том высоком доме!» «Я открыл рот и не мог закрыть его снова. Но это фантастично!» – вымолвил я, как только мои челюсти с превеликим трудом сомкнулись. «Ведь вам здесь ничего не знакомо!» «Да!» – ответил он рассеянно. «За последние годы здесь многое переменилось, а я ведь и не знал об этом. Собственно, я все время провожу дома, не выходя на улицу. А сейчас?» – спросил я хрипло. «Сейчас почему вы вышли из дома?» Я ожидал услышать что-нибудь таинственное, драматичное. Однако он только махнул рукой и раздраженно ответил. «Но что я должен был делать, если у меня испортился телевизор?» Рассказ Штефана Битмана «Иностранец» читал народный артист Узбекской ССР Роман Ткачук. Наша передача «Час юмористического рассказа» окончена. До новой встречи в эфире. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова